Гипертония была выбрана темой Всемирного дня здоровья в этом году. Более 40% населения страдают этим заболеванием. Высокое кровяное давление повышает риск развития инфаркта и инсульта. Что нужно знать об артериальной гипертонии, о факторах риска и профилактических мерах? Смотрите в нашем следующем сюжете. Светлане Кузьминой на очередной диспансеризации поставили диагноз артериальная гипертония. Повышенное давление, изменения в кардиограмме, плохое самочувствие. Сейчас пациент находится на постоянном наблюдении у кардиолога, соблюдает все рекомендации врача и принимает необходимые препараты. Пришла на профосмотр, сняла кардиограмм сердца. У меня была плохая кардиограмма, обнаружили инфаркт. С инфарктом я отлежала в Платоновке, после этого стала наблюдаться у кардиолога. Здоровый образ жизни, постоянная диета, маленькие физические нагрузки. И прислушивалась к консультации врачам и постоянно принимая таблетки. Вот как мне объяснили врачи, что таблетки же постоянно. А еще нужно постоянно измерять артериальное давление. Пациенты ведут дневник контроля. А чтобы предупредить заболевание или не получить осложнение, нужно соблюдать диеты. Отказаться от вредных привычек, побольше двигаться и следить за массой тела. Когда пациент все-таки обращается к доктору, ему, как правило, меряют артериальное давление. По крайней мере, он знает, что у него бывает с давлением. Но нужно знать, что в семье. Как правило, это наследственная отягощенность. Если кто-то страдал артериальной гипертонией, она может проявляться уже в последующем у других поколений. Также нужно обращать внимание на питание. То есть это жирная пища, высококалорийная пища. Избыточный вес является фактором риска артериальной гипертонии. Вредные привычки, злоупотребление алкоголем. Также избыточное потребление соли. Это тоже фактор риска артериальной гипертонии. Эмоциональный стресс, синдром хронической усталости – тоже одна из составляющих. Надо сказать, что гипертония и такие последствия, как инфаркт и инсульт, заметно помолодели. Вероятность их возникновения возможна уже после 30 лет. Врачи настоятельно рекомендуют пациентам, у которых отмечалось повышенное давление, не затягивать с тревожными симптомами и обратиться к специалистам. Как правило, этот диагноз устанавливается в течение какого-то периода времени. То есть учитывается цифра артериального давления. А там уже по стадиям, конечно, чтобы дифференцировать, какая стадия заболевания, там проводится и электрокардиографическое исследование. Все сдаются анализы клинические, крови, мочи. Исключаются вторичные случаи артериальной гипертонии. То есть основные заболевания другого характера, которые могут ввести тоже к повышению давления. То есть это почный генез, эндокринные какие-то заболевания. За давлением нужно постоянно следить. А Всемирный день здоровья, который в этом году посвящен гипертонии, еще раз обращает внимание людей на проблему, которая из года в год не становится менее актуальной. Наталья Киселева, Алексей Шаповалов. Новости ТВ Рассказова.